всем привет ребята с вами бэнди также тут наш помощник борис я здесь ребята всем привет хорошего дня я смотрю там в комментариях многие пишут погода у кого-то нелетная совсем дожди ветер у нас солнце светит и жрища ну надо как-то поделиться вы чуть чуток нам дождя а мы вам чуток солнца кто согласен ставь лайк да ребята у нас солнце жрища мы тут уже с борисом просто сидим и не знаем как мы тут будем теперь сидеть выпуск до вечера делать у нас если кто не помнит в нашей дорогой студии нет кондиционера да и поэтому мы сидим с закрытой дверью закрытым окном чтоб слышно шума не было и сидим тут короче говоря как в сауне давно замечательная студия сауна нам сауну ходить не надо мы сразу в ней сидим работаем мы в сауне короче ну ты тоже скажешь сауне работаем в студии работаем у нас такая да типа студия сауна поэтому мы очень рады когда у нас на улице дует ветер или идет дождь потому что у нас тоже студии становится прохладно а сейчас минутка бесполезной информации от бориса для тех ребят которые только что присоединились к нашему каналу ребята мы показываем рисунки которые рисуют нам зрители это раз во вторых у нас на канале большая очередь где-то на два выпуска вперед это два третьих насчет комиксов ребята старайтесь не перерисовывать комиксы а придумывайте что-то свое новенькое потому что нас уже запинали в комментариях говоря что мы полагать им эти комиксы сандер тыла поэтому очень как-то неприятно считать такие комментарии потому что мы-то ничего не плагиати мы просто это все озвучиваем а рисует нам ребята вот что самое обидное поэтому ребята давайте мы сейчас бэнди вам будем помогать включать вашу фантазию чтобы она вас включилась на полную мощность и придумала что-то свое новое сейчас мы вам будем придумывать темы до борис это замечательно придумать темы и кстати поздравлял к при это передавал к в конце если что если кто что-то там ждет но все борис давай будем включать фантазию на полную мощь что для этого надо во первых во первых для этого надо съесть как минимум одну шоколадку бориса может печеньку нет бэнди печенька не пойдет шоколадка мне там нашли какие-то гормоны радости эндорфины и поэтому она вызывает радость а поскольку когда человек радуется значит него хорошее настроение значит его посещает муза потому что муза грустных не посещать только веселых поэтому надо съесть шоколадку а еще лучше 2 не не нет и тормози борис 2 шоколадки тоже перебор ты что сейчас у наших ребят животы позаболят нас еще и в этом обвинят ну ладно хорошо ладно одну шоколадку съели все ты съел мальчик молодец ты девочка съела молодец оля ты съела молодец олеся юля саша коля все все поели шоколадки молодцы ребята лайк вам за это ну что ребята вы чувствуете прилив фантазии которая волной подымает вас к верху к вашим идеям нет не чувствуете борис что-то нам за ерунду предложил не работает твоя шоколадка ну бэнди может быть у кого-то шоколадки вовсе нет может они ее не съели еще если что шоколадки нет можно сладкий сладкий чай попить или кофе сладкий сладкий а давай лучше просто будем подсказывать ребятам свои идеи ну это тоже хороший вариант о май лорд у меня хорошая идея у вас ими ты чё такой довольный смотри рожа расплылась я тоже хочу ребятам подсказывать идеи и у меня тоже много идей а сам я их выполнить не могу поэтому хочу поделиться с ребятами ну давай сами выкладывать свои идеи ну во первых смотрите сейчас лето все куда-то едут путешествовать я предлагаю тему путешествия например мы с вами поехали в египет или мы с вами поехали во францию посмотреть на эфелеву башню и там с нами что-нибудь произошло или например мы поехали с вами на черное море и там тоже с нами что-то произошло а вот почему никто не ныне не нарисовал как мы катаемся на банане или как мы катаемся на таблетке или мы катаемся на пароходе ну можно на поезде покататься в конце концов на поезде тоже можно покататься мой лорд почему никто этого не рисует вот я допустим хочу прокатиться на велосипеде а ну-ка кто нарисует меня на велосипеде давайте ребята слушай семя можно на тандеме прокатиться кто не знает тандем это велосипед с двумя сидушками мы вместе с сами поедем кататься я хочу на роликах покататься о борис это может плохо закончится или на скейтборде это тоже опасно вот ребята вам еще тема мы катаемся на скейтборде но да на лыжах в конце концов а у меня уже поперла фантазия на лыжах мы катаемся с горы прям на всей скорости и впереди нас ждет крутой финиш не борис нас ждет огромная елка и мы в эту елку шарахаемся на полной скорости вот это я идею придумал а вот этот несчастный автор который потерял свою фантазию и очень и ищет а вот наверное здесь лежит его фантазия но ничего мы еще с откопаем все вместе ребята давайте включайте уже вашу ваш мозг он ведь у вас молодой свеженький вкусненький шучу конечно и и поэтому давайте фантазировать вместе что мы еще можем придумать борис давай пофантазируем про алису как будто алиса алиса с почему алиса спустилась с небес например а ну-ка кто может придумать за что ее наказали и отправили в нашу чернильную студию а я знаю за что выгнали оттуда она сожрала все райские яблоки и нанесла огромный ущерб райскому сельскому хозяйству и поэтому ее с позором оттуда выгнали борис вот это у фантазии я бы такого даже не додумался нанесла ущерб сельскому райскому хозяйству отличная идея борис может кто-то и нарисует а еще можно нарисовать как сами готовить на кухне например он неудачно готовит что что-нибудь у него там сгорело подгорело или может быть он не умеет блендером пользоваться например а можно нарисовать что-нибудь с чернилками как они ему помогают например может как-то неудачно помогает а еще можно нарисовать как сами посадил огород и выращивать всякие морковки капусты картошки а почему я выращиваю почему бы тебе борис не вырастить я волк а не садовод блоховод из тебя отличный получился может быть и садовод получится неплохой ты главное начни попробуй посади дерево вырасти сына какого еще сына нет у меня какого сына а мы сейчас ребят попросим они тебя нарисуют и сына и жену и работу тебя нарисуют и особнячок твой нарисует у нас особнячок спасибо хоть не конуру собачью ах да точно я забыл тебе же нужно рисовать собачью конуру спасибо что напомнил да борис попался язык мой враг мой помню об этом всегда молчание золото а еще и вот что придумал тут про конуру подумал а вот можно нас нарисовать как мы попали на необитаемый остров и что мы там делали как мы выглядели как мы там выживали точно бенди и борис и кто-нибудь там еще на необитаемом острове одни посреди тихого океана да в набедренных повязках с голыми задницами борис ты чё это грудишь с какими задницами ребята не слушайте бориса он что-то уже не в ту сторону пошел у нас культурный будет фильм про необитаемый остров мы будем пальмовыми листьями прикрытый усы не будет бегать с луком и стрелами которые он сам изготовит и будет добывать нам пищу кому это вам я буду добывать пищу только своему лорду ты можешь и сам себе пищу добыть ну ладно ладно подумаешь я буду сам добывать а для алисы что не будешь добывать у алисы есть крылья она может слетать на другой остров о это тоже кстати идея у алисы есть крылья она тоже ими умеет как-то пользоваться там по всякому по мудрёному а где кстати алиса сегодня а то она вон бенди обзывала ленивой задницей а теперь сама не пришла я думаю что она пошла готовиться к третьей главе маникюр там педикюр и все такое делать хотя вот она там наверно сто процентов будет в каком-то ужасном виде без маникюра без педикюра и облита еще чернилами сверху ну что ребята я думаю хватит вам идей на сегодня если что мы вам в следующей передаче еще каких-нибудь идей подкинем тем для рисования а на сегодня я думаю с вас хватит то борис давай теперь мы посмотрим мои истории которые нам ребята насочиняли не знаю может кто-то там и срисовал откуда вот а я не всегда узнаю что это где-то там срисованная я думаю что они сами придумывают и сейчас мы будем эти истории читать с тобой вместе а это картинка загадка для зрителей нашего канала кто это ну то есть и я в виде кого это только зрители отгадают потому что остальные если не смотрели наш канал они точно не угадают поздравляю с днем рожде ты не может быть ты мой рисунок не показал хотя бы днем рождения поздравь ну ладно в пятьдесят втором выпуске обязательно покажу и сейчас я поздравлю ну ладно пока бенди это тебе за плохое поведение на юбиле эй бенди очнись ты вечно дрыхнущий демон что это был всего лишь сон привет девочка ты одна прекрасно это будет легче чем я думал нет-нет-нет не надо не надо какая гадость ой-ой прости меня прости я не то хотел делать я хотел ручку твою заправить скоро же новый учебный год извини я просто промахнулся что это такое что тут генри бросил а ну дай-ка я попробую как он бенди что ты там делаешь ничего борис у нас пожар всем привет дети это сэмми сэмми садись бенди у нас контрольная годовая и вот спустя час мы написали у нас были такие оценки у сэмми двойка у меня пятерка у бориса четверка алиси трой бас влепили а теперь внимание всем пони которые не умеют летать смотрите я открыл школу летающих пони я буду учить летать смотрите раз два три оба-на полетела ну что вы еще не умеете летать тогда мы идем к вам а это пони о я хайпанула говорит она и читает новости а я у него спрашиваю как там на версусе я только под конец успела она говорит то нормально ну небольшая сложность была ларин был про своего тела но он проиграл потому что не попадал в биты а я крутые в рок биты стала попадать инстинкт рока мне помог и я выиграла и вообще все были в шоке что пони выиграла у ларина я говорю я там был я горжусь тобой она говорит спасибо бенди не делай этого кричу я нет не смей она берет спиннер начинает его крутить я уже почти подбегаю он крутится и короче меня уносит куда-то видимо видимо ветром от этого спиннера так вот пишет нам вера я узнала что бенди спиннер разговорились доказательство вот бенди захватит мир с помощью формы своей головы спиннер тоже захватили мир а главное то что спиннер при определенном свете показывает голову бэнди вот доказательство а вот еще есть маникюр с головы бэнди это главный бэндит это главный бэндит нашей организации до заговора бэнди энд спиннеры фух жарко курсу что я взял мороженое давай и и ты называешь это мороженым да ты чё дурак комикс назывался ну вот и поговорили это поздравление с прошедшими юбилеем так алиса спрашивает у сэмми сэмми почему лорд еще спит сэмми говорит он всю ночь рисовал это сними с меня ёбку немедленно ладно только с условием ладно передай привет видео хорошо давай побыстрее окей окей теперь передавая привет спасибо привет тебе авто мой лорд улыбнитесь я вас сфотографирую окей хорошо улыбнитесь окей о нет фотография размазалась да на то это она виновата была в том что фотография размазалась у неё от жары помада потекла или слюни от того что она сами увидела о нет 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 только не это у меня же аллергия у тебя красивая воска я тебя люблю и сразу лезу к тебе целоваться потому что я тебя люблю и сейчас полетят сердца и рубиновые сердца это будет милота а может быть я сразу женюсь на всех вас и и на вас тоже женюсь если вы девочки и на вас девчонки я тоже женюсь нет борис подмени меня луна без проблем банди сами сами да ты меня тоже подмени я не могу у меня аллергия на романтику вжух и ты пердатель и сейчас меня в пердателе запишут все девчонки этого мира потому что я не очень люблю романтику они мы реально утверждает он дайн я спрашиваю и сами почему на тебе маска меня б н говорит сэмми ваша маска была самой милой я говорю я не милая я сама злой с ними это немедленно он говорит по идее то других масок там не было вроде бы по идее только одна моя была на картонке башку оторвал и сделал из неё маску опять романтика не тут уже с алисой тут прям в обнимашечке прям прижал ее. А это уже антиромантика. Это уже семейная жизнь. И почему-то я Алисе тут приношу еду. Не, пусть она сама за едой ходит. Дети у нас тут уже. А вот здесь у Алисы появился жирок. Потому что она родила четверых детей. У нее появился жирок. И она почему-то на меня еще и злится. А эта кошка зашла в YouTube. И посмотрите, что она там увидела. Что за черт? Спрашивает она. Но это YouTube кошка. Что тут сделаешь? А здесь вообще Алиса говорит, что я стал тупым. За что Алиса? Мне срочно надо придумать новую музыку. А Сэмми вчера испугался таракана, говорит Алиса. И к чему ты это говоришь? Одно другому не мешает. И стрелочка на меня там показывает. Я показываю класс. Это еще она меня тупым назвала. Я уже бегу. Какого? Упс. Извините, мистер Сэмми. О боже, Сэмми, ты в порядке? Эй, привет, чернили человек. Успокойся, Бенди. Тебе нельзя много печенья. Чара. А ну-ка отдал ему печенье. Ладно, ладно, на, на. Борис, дай печенье. Нет. Дай печенье, я тебе говорю. Мой лорд, вы лопните. Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-м. Фуф, я снова жив, я же бессмертный. Он освободит нас. А вот фиг тебе, Сэмми. И моя жизнь окрасилась серой тона. А-за-за-за. Мне пришлось одеть женскую футболку, потому что мои куда-то делись. Я опозорен. Эй, я их сжег случайно. Я подумал, что бывают такие юбки. Извини. Какая тут собачка такая пушистая. Хочешь косточку, а я не дам. Ха-ха-ха. Бенди, не дразни собаку. Тону тебя. А-а-а. Спасите. Бенди, я уже бегу. А-а-а. Фу. Фу, она меня псленнявила. Какая крошка. Ты мне нравишься, а ты мне нет, говорит она. Я люблю Сэмми. Что? Кого ты любишь? Что? Я люблю Сэмми. Что за печаль и муки? Я иду к Сэмми. Я его нахожу. И говорю, я тебя нашел. А он говорит, привет, мой лорд. Почему-то он опять злой. Я говорю, я убью тебя, Сэмми. Умри в аду. Он говорит, нет, мой лорд. Моя жизнь закончена. За что? Ха-ха-ха-ха-ха. Сэмми, где ты? Раз, два, три. Штаны от страха, не протри. Прости меня, Сэмми. Это не я придумал. Это все ребята такой ужас пишут. Так, это Алена. Я, значит, подхожу к Алене. Подхожу ближе. Протягиваю палец. Она говорит, что ты делаешь? А я фиг его знает, что я делаю. Походу, я ей глаз хотел ткнуть, наверное. Вот я стою, и вот тык-тык-тык. А тут Алиса мне кричит, привет. А я такой от страха побелел. И видно, хотел смыться. Это Витя, да. Отправьте мою сестру в ад. Заранее спасибо. Это тот Витя из прошлого выпуска, которого сестра заказала. А это какая-то вечеринка. На торте написано 40. Это, наверное, к 40-ому выпуску рисовали рисунок. Тут я стою рядом с Флауей, и он вдруг цап меня за руку. Я такой, ай. И говорит, он что, дебил? Ну, я не думаю, что он дебил. Просто немного злой цветок, и все. Борис, что ты тут делаешь? Я ем твои печенья. Понятно. О, печеньки. Ням-ням-ням. Бенди, нельзя столько есть, говорит Алиса. Можно, говорю я. Бенди, я вижу, что ты съел все мое печенье. Нет, не видишь. Я всех убью. О, мой лорд. Не надо. Вот вам печенька. Ну как, вам лучше? Лучше, Сэмми, лучше. Этот комикс я бы тоже с радостью прочитал, если вы видел, что там написано, и видел, что там происходит. Ребята, чуть покрупнее рисуйте комиксы на каких-нибудь других чуть-чуть программках. Она вылизывается, как кошка. Серьезно? Фу, какая гадость. Здесь я, видимо, сплю, и кто-то приносит и выливает на меня крошку воды, и я ору. А-а-а-а-а-а-а-а! Короче, я так долго ору, а-а-а-а-а-а. А потом я пошел, лег в мусорку, и там прекрасно спал, чтобы меня никто не трогал. Так, а это у нас обещают продолжение комикса про Анти. Между нами Бенди тает, пусть теперь его никто не найдет, мы промокнем под Алисой, сегодня мы только с тобой Я, честно говоря, даже боюсь вникать в смысл этого стихотворения Как же так печеньки кончились? Вот так кончились печеньки, а вместе с печеньками заканчивается наш выпуск Какой там 50... 50... 50... 50... 53, по-моему Бенди, давайте тут на стенке буду циферки вешать, а то ты постоянно забываешь, какой у нас выпуск Да, конечно, Борис, уже 53 выпуск, тот, кто хочет, уже забудет, со счету собьется Ребята, желаю вам всем удачи, спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки, за то, что вы смотрите наш канал Огромное-огромное вам от меня спасибо и всем огромный-огромный привет А сейчас будет передавалочка приветов, поздравлялочка с днем рождения и все такое Так что я с вами не прощаюсь, а я прощаюсь, пока, ребята Поздравляем с днем рождения Марию Апохончить, Женю Волк, Андрея Маркина, Марту Медведеву, Владу Хмелленок, поздравляем Диану Ким, Веронику Лебединскую, Алину Петухову Айси Джек, Алису Стеблюк, Сиэля Фантом Хайва Братика Марии Полтавской, поздравляем Марту Смайл, Андрея Левенко, Снежану Снеговую, Марию Дубову Сестру Аню поздравляем, Марка Чернова поздравляем, Тремер, оп, ты попал в видео Миша Зыкову, привет, Ани Ерыгиной, Няша ТВ, привет Маргарита Елесина, привет, Нурай, извини, что без костюма Александра Кузнецова, привет Олд Бонни, приветик тебе от Сэмми Привет Марии Муруговой и ее подруге Лизе И последний приветик улетает Даниилу Рябчунову Всем пока, ребята Надо радоваться Не надо напрягаться Надо радоваться Не надо напрягаться Хорошо